Всем привет! Сегодня я расскажу вам историю, как я переделывал маленькую квартиру с маленькой кухней для большой семьи из пяти человек. Вот так вот. Мама, папа и трое детей. А квартира маленькая. Так вот, что с этим получилось, давайте смотреть. Итак, перед нами вот такая вот крошечная трехкомнатная квартира, в которую нужно впихнуться пятерым человеком. И при этом каждому по комнате, большую кухню, гостиную с островом желательно, постирочную, гардеробную. Ну в общем, все как вы любите и как сюда это все впихнуть, будем посмотреть. Но прежде чем посмотрим, что из этого у меня получилось, какие варианты рождались в моей голове, я хочу вам сказать, что планировка это всего лишь второй этап дизайн-проектирования. А то меня многие спрашивают, а что ты только планировками занимаешься? Нет, планировки это основное в дизайн-проекте. Это фундамент для всего остального дизайн-проектов, поэтому я так много рассказываю про планировки. Но на самом деле планировка это всего лишь второй этап в цепочке проектирования. Вот так выглядит этапность. И на самом-то деле на своем канале я рассказываю не только про планировки, но и про идею интерьера, и про эскизы, и даже про чертежи. Если вы поищете, то все найдете, дорогие друзья. Ну и в будущем я буду снимать про эти этапы в отдельности, чтобы у вас сложилась полная картина мира, так сказать, о том, как создается дизайн-проект. И если вы захотите научиться этому искусству, искусству проектирования, то приходите в мою школу. Ссылочку оставлю в описании. Ну а сейчас смотрим на эту планировку. Вот с такой квартирой ко мне обратились заказчики и с просьбой что-то придумать. Придумать непросто, потому что сама по себе квартира и ее конфигурация для такой семьи из пяти человек достаточно проблемная. Почему? Давайте смотреть. Вот представьте, что мы заходим в эту прихожую, вот она вот такая крошечка, и вот здесь вот еще коридорчик, крошечка. Что здесь пятерым просто не развернуться. То есть по очереди, грубо говоря, будут заходить ребята. Очень маленький шкаф, ну буквально, чтобы каждый повесил по одной курточке и внизу по одной паре ботиночек поставил. Все, больше некуда вещи расположить. Видите, коридор узкий, вдоль него шкаф не поставить. И это огромнейшая проблема, потому что негде хранить вещи. Раз. Второе. Кухня настолько маленькая, видите, маленькая, что в нее никак не поместится три зоны. Кухонный гарнитур, стол, диван. Очень маленький санузел, вот он, прямо один только унитаз влазит. Вот один унитаз и все, и ванна. А пять человек, я напоминаю, пять. То есть должно быть как минимум два места для того, чтобы помыться. Душевая ванна, понимаете? Ну вдруг кто-то засел там, а кому-то другому тоже надо мыться. Ну и остается три комнаты, грубо говоря, спальня родителей. Одна комната одному ребенку и вторая комната двум другим ребенкам. Понимаете? Что с этим делать вообще, вот прям катастрофа. Вот пока дальше вы не стали смотреть, вот вы можете в комментариях написать, что бы вы сделали. Просто интересно потом сравнить. А я покажу, как моя мысль развивалась. Итак, вариант номер один. Здесь этот вариант без нарушений российского законодательства ЖК РФ. И здесь я оставляю кухню, делаю ее буквой П. Это называется кухня Камбус. Но при этом вмещается только диванчик маленький и телевизор, а стол уже не помещается. И где всей семье собираться и ужинать, например, вообще непонятно. Ну то есть от слова совсем. Вот рядом я нарисовал стол, видите, чтобы вам было наглядно, очевидно, что этот стол сюда просто-напросто не влазит. Ну либо второй вариант, мы диван убираем и ставим просто стол. Ну или стол приставляем к дивану. Ну и в общем все бочком, бочком, бочком. Ну как в вагоне купе, знаете, там вот заходишь, там два диванчика, посредине узенький столик. Ну вроде бы все поместились. Ну и едем, ну и хорошо. На пол не плевать, в туалете не свинячить. Счастливого пути. Но мы же знаем, что мы доедем, выйдем и все. Дальше будем наслаждаться жизнью. А здесь-то никуда не выйти, всю жизнь так ехать придется. Поэтому, на мой взгляд, это вариант плохой. Ну давайте дальше посмотрим. Здесь я попытался сделать следующее. Значит, при входе обувница, шкаф сюда вообще, даже шкаф я считаю здесь нельзя. Санузел с раковиной, вот небольшая раковина. И от комнаты я отгрызаю кусочек для того, чтобы поставить сюда постирочную и хозблок организовать. Дальше маленькая комната, это одна детская. Кровать поднята, под кроватью стол. Кровать поднимаю именно для того, чтобы под нее стол влез, потому что комната маленькая. Дальше шкаф, все, и хоть чуть-чуть свободного пространства остается. Идем далее. Спальня, тоже маленькая, за счет того, что я перегородку из коридора подвинул. Видите, подвинул. И поставил шкаф с двух сторон. Один шкаф для прихожей, второй шкаф для родителей в спальне. Ну и идем далее. Там уже комната для двух детишек. Это двухъярусная кровать, шкаф для двоих и стол для двоих. Ну вот остается ванная. В ванной хотя бы мне удалось убрать стиральную машину. Вот видите, тут раньше стиральная машина была. И не влазил унитаз. А здесь я хотя бы организовал второй горшок в квартире. Ну хотя бы два горшка в квартире должно быть, где семья пять человек. А иначе очередь выстроится в санузел. Извините за подробности. Это неудобно. Вот это первый вариант. То, что меня здесь не устраивает, это то, что кухня-гостиная слишком маленькая. Это значит, что вся семья будет, так сказать, мучиться по праздникам. Да и вообще по вечерам негде собираться. Негде им кушать вместе. Я уж молчу там в игры играть. И про гостей вообще надо забыть. Поэтому я придумал второй вариант. Второй вариант заключается в том, что я перенес кухонный гарнитур вот сюда. И расположил его углом вдоль стены, граничащей с ванной. Для того, чтобы туда без проблем воду дотянуть. Но я вам сразу хочу сказать, что этот вариант незаконный. Потому что часть кухни, вот часть кухни, часть кухни попадает на жилую комнату. А это делать запрещено. Вот в коридоре ставить можно. И вроде бы часть кухни в коридоре. А в жилую комнату нельзя. Но тем не менее, для удобства жителей я так сделал. И вот если бы под ними, под этой квартирой, было не жилое помещение. Например, офис, или магазин, или склад, или подвал. То можно делать как угодно. Ну, чтобы вы знали. Ну, что тут у нас еще есть. Сразу устанавливается большой стол, диван, телевизор. Но при этом уменьшается спальня для родителей. То есть, по сути, здесь кроватка зажимается между двумя стенами. Остается место под шкафчик. Но зато есть своя ванная. Вот. В этом варианте неудобно то, что ванна одна. И получается, что дети будут бегать мыться через спальню родителей. Подумал я и решил, что это неудобно. Поэтому я придумал еще один вариант. В третьем варианте я думал-думал, как победить эту проблему. И на самом деле не придумал. То есть, все равно получается, что бегать придется через спальню родителей. Понимаете, какая беда получается. Такая маленькая квартира. Вот. Но здесь стоит более правильно с точки зрения композиции мебель. То есть, вот так вот стоит диван. Лицом мы сидим в телевизор. Далее стоит стол. Буфет напротив него. И кухонный гарнитур вдоль стены, которая граничит со стеной с окном. Это значит, что она будет хорошо освещена. И вот эта зона хорошая. Она мне нравится. И даже здесь гардероб появился. Посмотрите. Да? Вот смотрите. Видите? Гардероб. То есть, вместо постирочной гардероб, вот при входе, вещей-то много, значит, здесь вот будет гардероб. А постирочная зона перекочевала вот там, где была обувница. Короче говоря, все равно как-то неудобно получается. Потому что очень мало места. Друзья. Вот, короче говоря, что делать, не понимаю. Вот, представляете, ступор у меня такой. Можно, конечно, душевую куда-то перенести, там, например, вот в эту гардеробную. Тогда куда гардеробную девать? Или можно душ сделать прямо вот в этом маленьком санузле, как делают европейцы в своих микро-маленьких квартирочках. Я такое видел. То есть, ну, прям сверху душ. И ты вот стоишь там, где туалет, там, над ним как бы встал и принимаешь душ. Ну, что-то так себе вариант, да? Напишите в комментариях, что бы вы сделали. А то у меня ступор какой-то случился. Вот. Ну, а рекомендация моя следующая. Друзья, прежде чем покупать квартиру, обращайтесь к профессионалам, чтобы они для вас сделали расстановку мебели. Чтобы вы точно поняли, все ли у вас помещается и будет ли вам комфортно проживать в этой квартире. А еще и не просто комфортно, но и кайфово. И я скажу, что это не всегда большие площади. Понимаете? Это всегда правильная конфигурация комнат, расположения окон, стояков и стен. В каких-то квартирах можно сделать кайфово и удобно, а в каких-то нельзя. Вот в этой, вот видите, как я не крутил. Вот до конца, чтобы уж совсем классно, не получается. Любой вариант это компромисс. В общем, обращайтесь за консультацией, обращайтесь за планировками. С удовольствием помогу. На этом все. Всем пока. Да пребудет с вами муза, грамотные планировки и гениальные планировщики.